Крылья Советов на Самаро-арене проиграли второй подряд домашний матч. На этот раз более проворным оказался Урал из Екатеринбурга. Хотя волжане первыми открыли счет на 21-й минуте. Спасибо был защитнику Антону Зиньковскому. Благодаря его удачной передаче Никите Чернову удалось отправить мяч в ворота противника. Но поведя в счете, крылья развить свое преимущество не смогли. Как признавались сами игроки уже после матча, это не стечение обстоятельств, это их недоработка. Все получалось, просто глупые стандарты, кто-то недобежал, кто-то недоработал. И в принципе, не знаю, очень простые голы, таким трудом забиваем голы сами. Причем там игр 5, наверное, не могли забить. В принципе, тут забили, думали сейчас все доведем до логического конца. В итоге глупые штрафные, эти угловые и все, и поражение. Инициативу перехватили уральцы уже ближе к перерыву. Счет сравнял звезда екатеринбуржцев Павел Погребняк. А через 5 минут после начала второго тайма он же оформил дубль и вывел свою команду вперед. Крылья Советов горели 1-2. Вернулись в игру, очень хорошо начали второй тайм. Очень уверенно забили два мяча, подарили гол Саута. Опять, это не к тому, что соперник плохо играл, а мы хорошо. Боевой матч, в конце начались качели, кто кого по сути. Перекачают. Сказать, что крылья не боролись, нельзя. В середине второго тайма Дэн Радонич после гениального паса Зиньковского ворвался в штрафную, обыграл защитника и вколотил мяч в сетку ворот Урала. Счет сравнялся 2-2. Но сохранить ничью самарцам не удалось. За 7 минут до конца матча уралец Эль Кабир наказал Волжан за фолу своей штрафной. Вратарь Сергей Рыжиков героем вечера не стал. 2-3 поражения крыльев в последнем матче 2019 года. И слухи, что незаладившаяся игра может стать последней точкой в самарской карьере Божевича. Последний, впрочем, заявил журналистам, что продолжат работать, а черная полоса в жизни клуба весной закончится. Пока же после четвертого поражения подряд крылья скатились на предпоследнее место в турнирной таблице. На зимние каникулы лидером чемпионата страны уходит питерский «Зенит». Возобновится турнир в марте 2020 года. Крылья Советов сыграют дома с Оренбургом. Продолжение следует...